Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Paradigm, и мы продолжаем играть, сами знаете, какую игру. Тут у нас есть два героя, уже довольно вкачанные, должен я признать. Да. И тут у нас есть чудище. Даже она одна прихлопнет эту армию, это довольно-таки забавно. Так вот, что мы сделаем? Мы обоих героев в одну... эту... засунем. В один корабль. А кого нам еще терять нельзя? Вопрос. А, сирка. Что за сирка? Ну, хз вообще. Так, ну, в общем, с пиратами у нас дело простое. Мы одного разбойника сюда помещаем, а вот этих всех сюда. Зараза! Чё ж я такой тупой? Давайте загрузимся заново. Раз, два. Сначала нужно сюда подойти. Угу, вот он, рампорт. Неясно. Это наш, типа, рампорт. Ой. Вот только сяду... Ммм... Это... Позаписывать сразу же кто-то мне мешает. Ладно, давайте теперь ход делаем. Ходи, дорогой. Ой. Ну, я даже не знаю. Чудич давайте попробуем замочить. Если не получится, то тогда... Ммм... Тогда, да, у нас есть текущий ход. Есть сохранка. А, у нас ближний бой. Офигеть просто. Ну, на самом-то деле... Давайте духовную броню. Сколько у них здоровья? 275. То есть двух огненных стрел нам хватит на них. Убили одного. Отлично. Попробуем, значит, топить еще одного. Так, все. Убили, смотрите. Но могло бы сработать, короче... Шанс мгновенного убийства нашего героя. О, боже. Че ж мой мобильник бесится? Ладно, плевать. Нам нужно, собственно, в ром-порт плыть. И мы этим и займемся. Несомненно, это будет правильно. Так. Нам сказали, типа, вот сюда высаживаться. Ну, я не уверен, что именно туда нам надо высаживаться. Ну, хрен его знает. Давайте высадимся, что ли. Кстати, вот это, пожалуй, нашему генералу. И вот это тоже генералу. Просто потому, что он генерал. Да. Кстати, щит. Че он снял щит? Непорядок, 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 совсем непорядок. Ну, ладно, мы и успеем сюда. Вот куда-то сюда давайте высадимся. И все. Ты, значит, плывешь сюда? А ты плывешь сюда. Так, вопрос. В принципе, вам не обязательно бегать вместе. Ты давай побежал куда-нибудь. Вот сюда, например. Вот. Получай новые навыки. Защиту, например. Так, нечему учиться. Окей. Так, вот это, кстати, кошель золота. Тоже надо было тому отдать. Он нашему генералу больше бы пригодился. Тауни будет сокрушена. О, да. Бедненькая. А ты, кстати, туда сможешь пойти? Нет, не сможешь. Ну, хрен с вами. Так. О, смотрите. Магия хаоса. Нужно будет в нашей Тауне забрать ее. Иди сюда, значит, захватывай. Извините, что я, ну, немного. Голос у меня плохой, потому что для того, чтобы не было такого голоса нужно, нужно его тренировать перед тем, как записывать. А так у меня с просоня он не тренированный. Нифига. Стоп. А если так мы сделаем? Мы сможем пройти здесь? Нифига не сможем. К сожалению. Так что просто идем сюда. Так. И никто не отвечает на ваши крики. Когда вы подошли к воротам, то увидели большой висячий замок на створках. А на металле выгравлен горящий череп. Символ Тауни Баффер. Только у нее есть ключ. Окей. Нам нужно сюда Тауни привезти. И я думаю, стоит это побыстрее сделать. Блин, ну не получится. Ну хорошо, подождем. Так, плюс сто. Сюда попробуем подплыть. Тут русалки, конечно. О, пираты. Мы не пираты. Кричат пираты. Че, я тоже пират. Только интернетный. Должно быть люди, которых, так, которых вы отрядили, построить тут бастион, почувствовали опасность с моря и построили эту башню и заперли ее на один из тех особых навесных замков, что вы дали им перед отправкой. Вы вытащили из-под блузки связку ключей на цепочке. С нескольких попыток вы подобрали нужный ключ, и ворота распахнулись. Это наш гарнизон прикольный такой. Ну что ж, так как, в принципе, стоит, я думаю, сначала здесь побегать. А вообще, это хорошее очень место. Смотрите, здесь теперь у нас все очень и очень хорошо. То есть, здесь есть шахты рядом, которые легко захватить. Здесь есть камень опыта, который позволит дополнительного уровня опыта получить. Отличный город для старта. Я пробиралась по этой топкой пустоши в сопровождении одного пита гирли. Я знала, что рампорт близко, и решила сходить на разведку, прежде чем подвезти войска. Здесь, на краю полуострова, было отличное место для порта. Морской шельф был тут крутым, что позволяло бросить якорь кораблю любого размера. Мои ребята удачно выбрали место. Жаль, что они не позаботились об укреплениях. Тогда бы они могли дожить до своих наград. Но даже сейчас рампорт представлял собой не более, чем несколько хижин на болоте. И кто убивает ради такого места? А с чего вы взяли, что кому-то нужно это место? Так, а вот эту не прихлопнет? Да всех прихлопнет. И циклопов... Давайте теперь сюда. Кстати, а нам же с самого начала дали эти вот болотники, ботиночки прикольные. Это интересно. Так, а ты идешь туда за ней. Сюда, значит... Ну, воров мы не будем брать, пожалуй. Так, все это мы ему отдаем. Потому что это все для усиления войск, там, для всяких других ништяков. Следовательно, нам оно как бы и не нужно. Так, теперь сюда, значит... Ты здесь плаваешь. Ну, нужно отплыть, потому что иначе нас загрызут эти чудища. О, здесь можно повысить уровень. Круто. Сейчас это практически единственный способ повысить уровень. При помощи этого дерева. Слишком много опыта требуется. И теперь, как бы, мы не можем туда пойти, по идее. Мы только, вот, можем напасть на них. Тауни первая, да? Или нет? Нет, Тауни должна быть сзади. Потому что она... Мах. Она может и без... Войны, типа... Всех убивать. Ну, без физической атаки. Я остановилась, когда мы заметили тела, насаженные на высокие колья. Вороны и другие падальщики хорошо подрутились над ними. Оставили ж зловещего вида скелеты. Я бы пожала плечами и пошла дальше. Меня не интересуют какие-то бездарные вояки. Но тут я увидела свой флаг и поняла, что это мои люди. Флаг был порван и запачкан. Он галстуком свисал с шейных позвонков одного из скелетов. Это были те люди, которых я посылал основать бастион Ромпорт. Что ж, невозмутимо сказал Пит Гирли. Полагаю, это значит, что в Ромпорте теперь хозяйничает кто-то другой. Да, но это ненадолго процедило я сквозь зубы. Кто бы это ни сделал, он упивался своей победой. И это больше всего меня бесило. Я указала на трупы и крикнула, похороните их. О боже. Так. Ну, тут... Тут очевидно, что надо бежать как можно быстрее. Так. Отлично. Видите, как хорошо огненной стрелой всех выносить. Это вам не хухры-мухры. Магия хаоса, она вообще для таких случаев хороша. Очень хороша. Смотрите, он смог прийти. Так, сюда, значит. Бей его! Я проснулась в то утро от стука молотков по дереву. Повсюду мне встречаются люди, трудившиеся в поте лица. А надзирал за работниками мой второй помощник, восьмепалый оба. Молодец, никто у тебя не сидит без дела, похвалила я. Это не моя заслуга, капитан. Это все из боязни и кнута... Питагирли. Никто не хочет отведать его, сказал оба. Он почесал свою седую бороду спокойно, как всегда. Только сегодня он казался еще спокойнее обычного. Возможно, он злится из-за того, что я поставил опито выше него. И меньше обиды... И меньше обиды склоняли верных вторых помощников к убийству своих капитанов. Ты, похоже, чем-то озабочен. Оба, наконец, глянул на меня. У меня просто такое чувство, что мы впустую тратим наши ресурсы и наше время. Там эти твари, мрачно сказал оба. Он посмотрел на море. Ты можешь сделать Ромпорт самым большим городом на свете, но это будет ни к чему, покуда там эти твари. Покуда. Покуда это, кстати, украинизм, скажем так. Ну, то есть, это скорее украинское слово, чем русское. Российское. Потому что у нас в Суржике оно, собственно, появилось. Ты имеешь в виду русалок? Да, я как-то столкнулся с ними, когда был китобоем. Они прекраснее любой из земных женщин, но при этом порочные, как кровожадная акула. Вообще-то, женщины и так порочные без русалок. Я знаю, я был единственным, кто уцелел из моей команды. Я не забыл о русалках. Оба, как и о пиратах, что живут здесь. А, ну да, оба. Я позабочусь обо всех, когда представится случай. А пока они могут подождать. Хочу, чтобы сначала достроили ром-порт, прежде чем что-либо предпринимать, сказала я. Значит, я девушку. Девушку. Так, ну, опыт нам не очень нужен. Нам важнее воровское подворье. Чтобы сразу же получить бонус к атаке нашим героям. Этот герой здесь остается, этот бежит сюда. Тут, значит, схрон разбойников. Всякая фигня. Но мы убегаем вообще из этой крепости. Здесь остальное будет заботиться наш... Помощник, скажем так. А мы должны захватить как можно быстрее эту шахту. Так, а вы... Давай, собирай. 1500 золота, неплохо. Тут хрен пройдешь. Да, тут русалки так стоят, что хрен пройдешь. Странно это вообще. Неестественно, чтобы русалки так стояли. Нам бы найти шляпу морехода еще. Ну, придется атаковать. Тем более, что нам говорят, что наша девушка прихлопнет эту армию. И я склонен ей доверять. Так. Как же хорошо магией фигачить. Да, в принципе, у магии хаоса, типа, не такой большой урон на высоких уровнях. Но тут есть, как бы, и заклинания неплохие. Не знаю. У нас золота много, поэтому давайте все-таки опыт возьмем. Авось пригодится. Так, тут магия смерти учится, наконец-то. Но уже она нам не нужна. Ой, а я прямо сюда, видите, направил. Кстати, ты, чувак, тоже броди тут. Че ж ты не бродишь совсем. Он ведь тоже может че-то полезное сделать. Так. И теперь сюда. Прихлопнет. Ну и хорошо. Нам нужно золото, а это лучший способ ее добыть. Смотрите, вот атака у них просто бешеная. Из-за того, что там много усилявок в прошлых картах было. Ой, хочу я свою кампанию сделать, на самом-то деле. Но, увы, увы. Давайте колдовскую гильдию. Ой, стоп. Нам же нужно какого-то героя нанять. И кто же это будет? Это может быть маг? Я бы хотел вообще-то лорда, но у нас негде его нанять, поэтому... Поэтому пусть будет маг в дополнение к нашему тактику. Так вот. В принципе, магия хаоса... Многие ее считают слабой, но она не такая уж и слабая. Магия жизни, магия смерти. Она вот... Магия жизни, это... Она лучше всего для генералов. Для всяких. О, смотрите. Тут шапочка валяется, моя любимая. Так вот. И можно будет, кстати, прямо отсюда и туда и поплыть, и забрать эту шляпу. Только надо посмотреть, кто ее охраняет. Я хочу сказать о том, что, в принципе, магия хаоса имеет много заклинаний, кроме прямого урона. Да, у нее много заклинаний прямого урона. Они достаточно разнообразны. Даже цепная молния очень неплохое заклинание. Армагеддон тоже очень хорошее заклинание. Особенно на высоком уровне с мелкими монстрами в одиночку можно разбираться с помощью Армагеддона спокойно. Лишь бы маны хватало. Именно поэтому, если учишь магию хаоса, ее хорошо учить для героя, который еще, например, магию порядка знает. Потому что магия порядка, это одна из немногих магий, кроме магии хаоса, которая имеет заклинания прямого урона. То есть магия порядка, это ледяная стрела и там это, всякая фигня. И волшебный кулак. И магия хаоса, это практически все самые крутые заклинания. Не практически все, а все самые крутые заклинания прямого урона. Есть еще магия жизни, в которой, в принципе, есть там забавные против нежити только прямого урона. Но это херня полнейшая. То есть фактически, сама судьба нам намекает, что нужно качать магию хаоса и магию порядка. Ну и я предпочитаю еще дополнительно магию жизни качать. Потому что в таком случае нам, у нас нету ни некромантии, ничего. А эти самые некромантии, они очень хороши, очень плохи точнее, если ваш герой одиночка, если он бегает сам, без армии. Ой, да. Я трижды, так, я давно сделал от того молодого моряка Драйдена своим счетоводом и песом, поскольку пират из него был неважный. Кроме того, он до смерти боялся меня, что гарантировало его честность. Сегодня Драйден пришел ко мне с кисовым выражением на лице. Что такое, спросила я. Я трижды проверил данные, капитан, они точны. Какие данные, выкладывай, парень. Ну, у нас недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать нынешние темпы строительства, капитан, особенно золото. Нам нужна древесина, руда. Да, все. Тогда пошли письмо в Янтаре и потребуй больше, сказала я ему. Да, вздохнул Драйден, но мы могли бы это сделать. Но вы же приказали не останавливать строительство ни в коем случае. А золото у нас кончится раньше, чем прибудет груз из Янтарея. В общем, какая-то коррупционная стройка и требует из бюджета больше денег. Ну, типичные хаоситы. Я схватила Драйдена за ворот рубашки и уже собиралась расквасить ему нос. Как поняла, что это не его вина. Я отпустила писаря, разгладила его рубашку и сказала, ты получишь свое золото. Драйден порылся спросить меня... А, порывался. Ну, что это за текст, блин? Я мало того, что типа сонный, так еще и текст дебильный. Естественно, я сбиваюсь. Как? Но, видно, решил не искушать судьбу. Кстати, я каждый день не знаю. Часов пять, наверное, записываю этих героев Меча и Магии. Может, кто-то это заметил. Ну, в смысле того, что голос становится хреновый, я сбиваюсь, потом опять нормально говорю. Это обычно потом, когда я уже привыкаю. Плюс я еще и загружаю эти видео. Я надеюсь, что кто-нибудь это оценит. Да, я уже говорил, ставьте лайки и скоро опять это скажу через три минуты, если быть точнее. Что он натворил? Спросила я. Ленился, ответил Пит. Я не собиралась вникать, чего часть его работы, как первого помощника, заключалась в том, чтобы держать людей в узде. И я сказала, направо посланника Карнаку. Скажи ему, чтобы искал зарытые клады. Нам нужно золото, нужно позарез. Если там водятся пираты, то они обязательно зарыли где-то часть своей добычи. Она-то знает, она сама пираткой была. Пит колебался. Среди пиратов существовал неписанный закон, гласивший, что если золото в земле, то на него покушаться нельзя. Глупое правило. Но многие пираты, включая моего отца, скорее бы сдохли с голоду, чем нарушили его. Я же лучше возьму золото. Выполнять приказал я. Да, капитан? А смысл? Ну, зарыли они золото. Это ж хорошо их ограбить, пиратов же. Так, тут у нас что? Магия хаоса. А, ну просто первого уровня, тогда нам не нужно. Восток, ромпорт. Окей. А нам вот сюда надо. Срочно, причём. Да. Во-первых, сюда. Конечно же. Во-вторых, сюда. А зачем нам золото? У нас вроде бы оно есть. Магия хаоса третьего круга. Офигеть просто. Мне это нравится. Это значит новые заклинания. Значит, нужно прокачивать гильдию магией. Ну ладно, мы пока что не будем. Пока что так попытаемся побродить. Что у тебя за заклинания есть? Жажда крови там. Магия хаоса очень хороша. Особенно на высоких уровнях. I like you. Так. Да, мы его уже посещали. Совсем забыл, простите. Но, в принципе, давайте пойдём героям этим тоже куда-то сюда. Так. Тут, значит, у нас пираты. Просто пираты. Просто пираты. Это очень хорошо на самом-то деле. А вы... Давайте разведайте здесь. В принципе, вы можете сюда приплыть. Но, я думаю, это не стоит того. Я думаю, стоит нам вот этот корабль тоже взять себе на вооружение. Прежде чем мы куда-то поплывём. Потому что у меня очень хитрый план. О котором вы узнаете в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.